Похваньте это относительно небольшой радиодонт, предполагаемая общая длина тела менее 25 сантиметров, окаменелости которого встречаются исключительно в мелкозернистых обломочных отложениях внешнего шельфа формации друмской свиты, как в хребте Хаус, так и в горах Драм Маунтинс в западной части штата Юты. Этот таксон был ранее известен по четырем экземплярам, относимых к двум членстоногим. Три экземпляра были первоначально интерпретированы как панцири похванти Хастата, в то время членстоногих с неопределенным родством. Четвертый образец первоначально считался частью панциря двустворчатого членстоногого, принадлежавшего Пробоски Карису. Недавно этот образец был идентифицирован как латеральный элемент головного щита радиодонта и передназначен в качестве рода Хурдия. Новая ископаемая, состоящая из изогнутого элемента головного щита панциря, демонстрирует, что вышеупомянутые образцы принадлежат к одному виду Хурдиидных радиодонтов. Как и другие члены этого семейства Геракасис и Хурдия, похвантия имеет хорошо развитый цифалон, состоящий из трех частей. Его центральный элемент имеет особенно отличительную морфологию, характеризующуюся ланцетной структурой, крошечным переднесокитальным шипом с хорошо развитыми боковыми губами с сильным сужением задней части. Хотя морфология лобных придатков по Хвантии до сих пор не ясна, но можно с уверенностью сказать, что они использовались для захвата микроскопических частиц пищи, взвешенных в толще воды. На одном придатке было по одному ряду щитинок в количестве порядка 50. Эти щитинки были длинными и тонкими, а их плотное расположение с четным количеством щитинок в ряду указывает на то, что они образовали фильтрующий аппарат. За исключением проксимальных эндитов, которые вероятно используются для расчесывания фильтрующих щитинок и переноса частиц пищи в рот. Лобные придатки по Хвантии лишены крепких шипов, эндитов и вспомогательных шипов, характерных для радиодонтных придатков, служащих для захвата крупной добычи, как например у родов Аномлокарис или Амплекта Биэллоа. Если вы являетесь любителем палеонтологии, доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу канала, ссылка будет в описании. И я продолжу делать видео по этой тематике. Субтитры создавал DimaTorzok